Или, например, вы сказали о ограничении свободы общения в интернете. Послушайте, ну, Алексей, уважаемые друзья, находящиеся в этом зале, и те, которые сидят сейчас у телевизоров, какое ограничение общения в интернете? Интернет – это действительно пространство свободы. Там невозможно ничего ограничить и запретить. Но общество может и должно ограничить себя от чего? От педофилии, от детской порнографии, от распространения наркотиков и от суицидов, от обучения суицидам. Но ведь только эти 3-4 позиции, на которые мы обратили внимание и указали на них в законе. И что, там сразу все закрывается? Нет. Закон ведь как выстроен? Если появились элементы, связанные с детской порнографией или педофилией, или обучение суициду, скажем, то провайдер должен просто сам обратить на это внимание и закрыть. Ему должны на это указать, и он это должен сделать. Ничего после принятия этого закона по ограничению деятельности в интернете не произошло. Во всех развитых странах такие законы давно уже приняты. Давно приняты. Позвольте мне сказать, и я вот убежден, что это противники вот таких ограничений действуют не по соображениям свободы интернета, а прежде всего по коммерческим соображениям, связанным с развитием, с получением прибыли от размещения там рекламы. Объем размещения рекламы в интернете сравнялся с ведущими федеральными каналами. Там идет борьба в том числе и за деньги. Но деньги – это хорошо, надо за них бороться. Но общество обязано и должно ограничить себя от подобных явлений, как педофилия, как детская порнография и обучение суицидам. Мы обязаны это сделать во имя будущего нашей страны.